Начинаю сейчас рассказ о гауссовых суммах и надеюсь, что мы успеем дойти до строения правильного семнадцатого угольника. Давайте я сначала объясню, как выражаются все корни из единицы через некоторые одиннадцатые. Только, ребята, семнадцать я сначала все-таки побоюсь писать, я возьму что-нибудь такое небольшое. Например, разрешите мне, пожалуйста, взять n равно 8 на одной картинке, а на другой картинке давайте я возьму на n равно 6. Дело в том, что и n равно 8, и n равно 6 – это довольно понятная, в общем, ситуация. Что такое правильный шестиугольник? Это примерно так. Что такое правильный восьмиугольник? Правильный восьмиугольник – это примерно так. Замечательно. Так вот, я сейчас говорю вам следующее простую вещь. Вот эту точку я буду называть первообразным корнем n-ной степени. Значит, вот так определение. Первообразным корнем n-ной степени без единицы. Я буду называть число. Это 2,5 и 3,6 градусов. Я буду называть вот такое число. Для него аргумент. Аргумент – это 360 градусов, 2π разделить на n. 360 разделить на n. Или 2π разделить на n. Надо понимать, что это строго одно и то же. Нет никакой принципиальной разницы. Можно писать так, можно писать так и одно и то же. Ну а модуль – следствия не единицы. Так вот, господа, если мы этот самый корень возведем в квадрат, то у него увеличится в два раза аргумент, а модуль не изменится. Здесь у меня будет ху, здесь будет четвертая степень, здесь будет пятая степень, а здесь будет шестая степень, а она же единица. Это когда n равно единица. Когда n равно 6. Когда n равно 8, то ситуация будет вот такая. Эпсилон в четвертый, эпсилон в пятый, в шестой, в седьмой и в восьмой. Что нужно в первую очередь понимать о корнях из единицы? То, что сумма всех корней из единицы равна нулю. Единица плюс епсилон плюс епсилон в квадрате, в кубе и так далее, плюс епсилон в степени n минус 1 – это модуль. Давайте я это докажу алгебраически и геометрически. Геометрически это доказать совсем просто. У нас из начала координат идут во все эти самые корнии из единицы векторов под одним и тем же кубом. Кстати, ребята, сейчас я говорю, что это легко доказать. Если бы вы знали скульпт всевозможных олимпиадных задач, да и не только олимпиадных, на этом основе, вы бы так высока к этому не относились. Вот это вот обстоятельство, что когда вы берете центр правильного н-угольника и проводите из него во все вершины векторы, то сумма будет равна нулю, очень часто используется. Так вот, геометрическое доказательство такое. Когда мы рассматриваем такую вот систему векторов, под одним и тем же углом, и все одно и то же динамик, то мы можем взять и посмотреть их сумму, обознать какой-нибудь вектор S. А дальше сказать, при повороте на угол 360 градусов разделить на N, эта система переходит по принципу. Каждый вектор переходит в следующий. А значит, не меняется. То есть вектор S выдерживает следующую вещь. Поворот на 360 градусов делить на N. Но извините, когда у вас есть ненулевой вектор, то при повороте он вообще-то поворачивается, не меняется. Единственный вектор, который при повороте остается на месте, это нулевой вектор. Значит, сумма это одна. И вот так доказывается геометрическое. Как такое же, вот то же самое равенство, доказывается алгебраически? А вот как. Уравнение для корней N степени из единицы, вы прекрасно понимаете. Его можно записать в таком вот виде. А дальше вспоминаем формулу из Школьного курса. Z в кубе минус 1, это Z минус 1 на Z квадрат плюс Z плюс 1. Z в пятый минус 1, это Z минус 1 на Z в четвертой плюс Z кубе плюс Z в квадрат плюс Z плюс 1. И в общем случае здесь идет сумма. Z в пятый минус 1, Z в пятый минус 2 и так далее, и так далее, плюс Z и плюс 1. Господа, вот эта штука должна равняться 0. Поскольку у меня эпселон не равно единице, я взял первообразный корень, то есть в случае, когда N равно единице, ну тогда это в армии вообще нет фактически. Если у нас N больше единицы, тогда эпселон не равно единице. И тогда получается, что первая скобка это не 0, значит, у нее можно убрать, а здесь остается опыта, что надо. Итак, сумма всех корней из единицы, это оказывается 0.